Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, в общем-то, я бы со всеми поздоровалась, наверное, отдельно. Нас сегодня не очень много, хотя вместе с кором очень много. Я рада, что этот концерт, он должен был пройти в городе Заболжье, но вот так получилось, что ребята приехали к нам, сюда в Воскресенское в этот раз, и этот концерт завершает проект «Музыкальный собор Городевской епархии». Вы, наверное, заметили, что в Воскресенстве за два месяца концертов было не очень много, потому что мы больше играли в городше и в Семенове. Мы за лето их обделили вниманием, поэтому мы сейчас обозвращали такой музыканский дом. И я с удовольствием представляю молодежь под контраст Нижегородского Кубернского колледжа, который был у нас уже весной, и ведущий этого концерта и фармейстера хора Ольгу Васильевну Ширяевну. Концерт у нас сегодня в школе. Поет наш ум, он, я об этом в школе, у всех детей нарядный вид, Зал с нечупением будет. Вот мама с папой усидят, глаза их радостно блестят, я им киваю головой. Я так горжусь сейчас собой. Все замерли, и хор запел. Вдруг зал исчез, он улетел, остались только голоса. И пусть на сцене далеко не школьный хор, и мамы с папами в зале не сидят, но хор звучит, и случится чудо. Мы верим в это. Мы очень сильно надеемся, что чудо сейчас случится. Вас приветствует молодежный хор «Контраст Нижегородского Кубернского колледжа», Руководитель хора Ольга Подольская. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хор особого представления не требует, потому что выступает на этой сцене второй раз. Не правда ли у хора яркое название «Контраст»? Десять лет назад мы очень тщательно подбирали его. Следуя словам известного литературного персонажа капитана Грунгеля, «Как вы явку назовете, так она и поплывет». Мы перелопатили и перерывили несколько словарей, были сборы, сомнения, но сейчас мы не столько не жалеем о выборе, а в репертуаре хора сверху речёги Витальны самые разные контрастные сочинения от церковных песнопений до современных музыкальных композиций. Хор «Контраст». Научи меня, Господи, жить, принимая пулу и наветы, И иглою терпения шить среди мраков взоры рассвета. Научи меня видеть весну в жёлтых листьях опавшего сада. Дай надежду спасения одну. Больше, Господи, мне не надо. Научи благодарно склонять пред Тобою повинные очи. Научи всё простить и понять сердцем чистым, что он не захочет. Научи меня мирной быть, не беречь людскому злословью. Научи меня, Господи, жить, не любовь покрывая любовью. АПЛОДИСМЕНТЫ Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, Святый Бессмертный, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Святый Бессмертный, А сейчас мы вам предложим еще одно современное сочинение. Автор его, композитор из Санкт-Петербурга Анатолий Королев. «О всевлагая и животворящая труице». Кондак XIII из Ахафиста «Слава Богу за все». Несколько слов об Ахафисте. Благодарский Ахафист «Слава Богу за все» написан в 1929 году. Его автор митрополит Рифа, один из высокочтимов и иерархов Русской Православной Церкви, живший на рубеже реков 19-го и 20-го. Интересно для нас то, что он написан на современном русском языке, а не на церковно-славянском. Владыка Трифон смело вводит ткань поэтического повествования вместо имения «Я». Это помогает нам, читающим Ахафист, воспринимать авторские слова как свои собственные. Основная мысль всего Ахафиста – это тема страдания, необходимого несения своего креста. И она раскрывается в последних кандаках – икосах. И логическим завершением Ахафиста является воспевание и благодарение Святой Троице. Анатолий Королев – о всеплакая и животворящая Троице. Кандак 13-й из Ахафиста «Слава Богу за все»! Анатолий Королев – о всеплакая и животворящая Троице. 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 Наш концерт проходит в канун Большого православного праздника Дня Казамской иконы Божьей Матери. Казамская икона Божьей Матери является, пожалуй, одной из самых интересных и чтимых икон в православии. А установленная песня и тужество является большим и важным для верующих. В истории известно немало случаев, когда чудотворный образ казанской иконы Божьей Матери исцеляла церковь. Слепоты или указывал просящим верный путь, помогало найти выход из трудных жизненных ситуаций. Кроме того, считается, что святой лифт защищает русскую землю от врагов. День Казанской иконы Божьей Матери празднуется два раза в год. Так в седине лета, 21 июля, отмечается явление чудотворного образа Авлина Семёна. 4 ноября церковь чтит память иконы в знак благодарности за их знание с русской земли поляков. Мы гордимся тем, что наши земляки, Казьма Минин и Дмитрий Пожарский, были в центре этих событий. Вдохновенный призван патриархом Гермогена положить душу свою за дом при Святой Богородице, в сентябре 1612 года они собрали многочисленное войско. С чудотворной иконой Казанской Божьей Матери по преданию присланы из Казани князю Дмитрию Пожарскому и ставшему покровительницей народного ополчения войско лошло в Москву и сумело 4 ноября взять штурман Китай-город и изгнать поляков. В память о возбавлении Москвы от поляков по воле русского царя Михаила Романова и благословению патриарха Филарета православной церкви установлено было ежегодно 22 октября по старому, а 4 ноября по новому стилю совершать в Москве празднование Казанской иконе Божьей Матери в Северном Кодом. А дата была объявлена церковно-государственная праздника. В советские годы 4 ноября не отмечалось, но в сентябре 2004 года межрелигиозный Совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. В нашем календаре появился еще один праздник, но по сути своей он совсем не новый, а возвращение к той старой традиции. А у нас в честь приближающегося праздника прозвучит задостойник из литургии Василия Викола, автор текста христианский святой Анда Маскин, автор музыки Павел Григорьевич Чесноковский композитор, а Демеш радуется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эконографически казанскому фону принято относить к сокращенному оплеченному, то есть заплеченному, то есть заплеченному, варианту одегитрии, что в переводе с греческого означает «потиводительница». В этом названии заложены вот есть выцелы. С одной стороны, являясь матерью Господа и в то же время человеком по природе, Матерь Божия имеет возможность наиболее сильно молить своего сына о каждом из них. С другой стороны, Мать Божия ведет и каждого нас к Христу. Этот смысл наиболее четко просматривается в иконах «Симпозитники», где Богородица указывает рукой на Христа. Такой мы видим Богородицу на иконах. А какой видели Матерь Божия ее современники? Люди, которые были свидетелями ее жизни и трудов, имели счастье видеть ее и говорить с ней. О встрече с Божией Матерью своему учителю апостолу Павлу писал афинский мыслитель и христианский свецой Дионисий «Али ухватил». Исковедую перед Богом, когда я был прием перед лицом Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. «Предо мной заблестало какое-то божественное сияние, оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести эти знамения из начатков вечного блаженства и небесной славы. Должно быть, такие же чувства при виде Божией Матери с младенцем испытал Симеон, богоприимец, житель Иерусалима, благочестивый праведник. Это ему было возвещено Святым Духом, что он не умрет, пока не возник живого Христа. Ему, Господне, было обещание, да то ли старцу дня кончина не видать, пока не сбудется от деле предсказание. И точно Симеон три века ждал, пока предвечного младенца, созерцая, в день сретения его со страхом не приял. Минута та была торжественно святая. Маститый праведный трехвековой старик при виде Господа сияющего лика от полноты души вознес в охранник лик. По слову твоему я отхожу, владыка, в путь с миром твоего раба ты отпустил. И древнего греха, изгренив отравы, свет откровений язычникам не видел. Современный автор Наталья Богодаева ныне отпущаешь. ПЕСНЯ 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 Аплодисменты. 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 А в их спасительной пользе свидетельствуют многие святые отцы и учителя церкви. Церковь молится за усопших, потому что верит, что они живы. Душа усопшего сохраняет волю, чувства, разум. Она может сожалеть о родинах, хотеть что-то изменить, принести плод покаяния, но сделать этого не может, потому что разлучена с тела. И вся ее надежда на память близких, только в неустанных молитвах родных и близких проявляется забота об усопшем, духовной помощи. Но молитва за покойного – это молитва и о себе. Отче наш, скончавшегося в царстве Твое, прияви, где нет греха и зла, где нерушима святая воля. Это строчка из Акаписка по единому умершему, когда он десятый. Наверняка многим из присутствующих приходилось по улице Бетт обращаться к этих межиц. Акаписк по единому умершему читается ежедневно в течение сорока дней по смерти и столько же перед годовщиной смерти. Читая Акаписк, мы помогаем метущейся душе вести плохой на мой взгляд. Положил на музыку кондакт, который сейчас прозвучит, из Акаписка, хоровой дирижер, композитор Нижегородский, педагог Сергей Иванович Смолин. Очень рано ушла из жизни его жена Наталья. Их объединял не только семейный очаг, но и совместная работа. Многих детей не учили бить в хоре, любить хоровое искусство. Часто считается, что на листовое самое важное – принести в храм продукты, поставить свечу, написать записку, заказать панициду, любую жертву, которую человек делает от доброго сердца привитком. Но нет для усопшего больших помощников, чем милосердие и добрая жизнь их близких. Именно поэтому должно быть так красиво и просветленно звучит аминогия. История Ивановича, послушайте. Сергей Смирнов, из Африки. Смолин. Сергей Смолин. Сергей Смолин. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Наступит час, когда разрешатся с недоступными нашими вопросами, и когда мы поймем, почему Бог находит нужным посылать нам испытания. Мне хочется верить, что есть будущее жизни. Когда хотенье обратиться в факт, тогда я буду счастлив, насколько счастье на земле возможно. Петр Игорь Наступит, как и неудачье. Петр Игорь Наступит, как и неудача. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 профессиональные петь очень 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 конечно честь и клава хормистов и работы и я даже не знаю, что сказать вот нет слов я достаю уже но я планирую стоя ну вот огромное вам всем спасибо всех поздравляю с праздником Казанской Божьей Матери который мы уже начинаем праздновать постепенно вот наш приход который я настоятель Казанского и у нас сейчас храм как раз восстановление происходит вот я хочу всем не хватит мы сейчас шьем аплодисменты 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 Продолжение следует...